Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Итак, умные каникулы. Что за умные каникулы? Это комплексная программа для школьников города Ставрополя. Я думаю, даже, наверное, Ангелина Владимировна лучше бы рассказала, потому что это интеллектуальный центр развития школьников города Ставрополя. Мы открыли в феврале, когда заключали договор с НГИМО. Договор у нас же ведь имеет два соглашения. Первое с городом Ставрополем, в рамках которого открыт центр ресурсный, а второй со школой конкретно 45. Поэтому у нас каникулы разноплановые. У нас есть и профильная смена в школе под эгидой именно ресурсного центра интеллектуального развития города Ставрополя. И у нас есть лагерь, который кандидат в университет НГИМО, Олимпиада грантовая проводит в Сочи. И наши дети города и 45-й школы имеют возможность туда поехать. Уже вот два потока будут июль и август. Поэтому каникулы умны во всех направлениях. Ангелина Владимировна, подробности требуем. Лариса Николаевна, на вас ответственность перевела немного. Действительно, что в рамках соглашения был сформирован такой достаточно серьезный ресурсный центр, который начал курировать ребят, которые занимаются в различных направлениях. И это не только английский язык, это и химия, биология. Русский язык, экономика. И здесь еще ребята не присутствуют, которые у нас победители по истории, обществознанию и ОБЖ. Самое интересное у нас в этом году... Возьмись, кстати, возьмись. Чтобы мы всех не собирали здесь, пришла одна, шесть Олимпиад. И у меня очень много. Да, но у нее целый год, поэтому она может... Залко не слышала, микрофона нет у меня. Да, она, конечно, может, я думаю, догнать. И дело в том, что самое интересное, что у нас уже есть победители. Вот сегодня с нами нету Ксении Каратенко, о которой мы гордимся ей. Она представила не только город Ставрополь, Ставропольский край на всероссийском уровне. Она стала победителем Олимпиады по английскому, призер по обществознанию и литературе. И она также стала победителем всемирной Олимпиады по философии на английском языке. Помню, мы эту историю помню. Да, то есть дети у нас замечательные, учатся они в различных школах. И почему возник именно необходимость в ресурсном центре? Потому что, как Лариса Николаевна сказала, что на базе ее школы мы создаем профильные классы. Но не все ребята проживают, например, в юго-западном районе. Не все ребята готовы перейти и оставить свои классы, своих педагогов. И все обучатся в 45-й школе. И 45-я школа не может собрать весь город Ставрополь и всех ребят. Вот это, скорее всего, самая объективная причина. Нет, нет, нет. Преподаватели сильные в разных школах у нас, на самом деле. И вы видите, что ребята здесь присутствуют из разных школ. И это говорит о том, что педагоги наши в каждой школе работают по своему направлению. И поэтому мы решили, что именно ресурсный центр объединит и педагогов, и ребят. И мы их будем направлять и делать занятия в той школе, где педагоги более сильны по какому-то направлению. Если нам необходимо более углубленное изучение, у нас есть СКФУ. Мы заключили с ними также соглашение о сотрудничестве. И вот Валерий, который у нас как раз... Валерий Владимирович. Да, совершенно верно. Который непосредственно... Вопросы его интересуют в биологии намного больше, чем испанский и китайский язык. И здесь мы, конечно, обратились за помощью в СКФУ для того, чтобы именно школа университетская дала ему те знания, которые, например, он может не получить, например, в школе. Я считаю, что это очень такой хороший и сильный старт. Мы сейчас приглашаем... У нас... Мы Родетовой здесь сегодня находимся. 17 числа у нас стартует... 17 июня. 17 июня у нас стартует профильная смена в рамках умных каникул на базе 45-й школы. К нам приезжают педагоги с ГИМО, которые будут читать интенсивные курсы для наших ребят. И мы надеемся, что эти результаты очень такие будут хорошие, сильные. И по итогам у нас будет проведен такой конкурс. Вот мы с Ларисой Николаевной уже подумали, что... Вот как она сказала, что ребята поедут в школу, которая... В лагерь, который проводит ГИМО. Ну и мы хотим тоже поощрить наших ребят, провести конкурсы, несколько бесплатных путевок, наградить ребят, чтобы они поучаствовали в лагере уже... Ну, знаете, как... Не просто туда поехали, позанимались, а как... Это была уже награда за то, что они делают и за их достижения. Лариса Николаевна, ну все это на базе у вас, на базе вашей школы, тогда профильная смена будет. И там будут преподаватели из ГИМО и другие... И городские. И другие сильные городские преподаватели. К бабушке на дачу не хочется вот к этому в село, то есть в деревню? Ну, понятное дело, что это тоже неплохо, но с другой стороны... К бабушке перетаскивать все учебники все равно как-то тяжеловато, поэтому... Нет. Лето. Какие учебники? Какой класс? 11. 10. Ну, перешла в 11, да? Ну, самое напряженное время. Как какие учебники? Почему? Ну, потому что на носу экзамены и последний год как шанс реализоваться именно в плане Олимпиад в том числе. Зачем на дачу? Яна, а вот у вас прошлое лето, как прошло? Скажите нам. Вы-то уже у нас победительница. Да, вы уже победительница и будете уже поступать. Ну, могу сказать, что меня посещали аналогичные мысли, которые посещают сейчас Соню, да? Потому что чувствуется, что это последнее лето, когда можно либо хорошо отдохнуть, либо хорошо позаниматься. Ну, то есть... Ну, и что выберете? Она выбрала. Для меня ответ однозначно. Вы что выбрали? Я выбрала... Позаниматься выбрали, да? Да. Ну, зато мы с вами уравняли эти весы. Я бы отдохнул, конечно. Естественно, лето — это, как любые каникулы, любые праздники, вот для детей, которые... для школьников, которые хотят преуспеть в Олимпиадах. Это какое-то самое продуктивное время, потому что, конечно, школа не дает так усиленно готовиться к Олимпиадам. И, в общем-то, летом они могут погружаться именно в те предметы, которые их больше всего интересуют. Понял. Валерий Владимирович. Ну, вы-то отдыхать будете? Нет, конечно. Он же выскофил. Что будем делать? Будем готовиться к Олимпиаде по Белоге, потому что особый формат... Когда Олимпиада? Олимпиада будет в следующем учебном году. Месяц? Примерно в апреле, я думаю. Через год? Нет, но там дело в том, что муниципальный уровень же должен пройти потом краевой, и потом победители краевого этапа отправляются уже на федеральный уровень. Туда он должен приехать только с победой и поступить в тот вуз, в который он захочет. Но там дело в том, что победители и призеры прошлых лет даже на заключительном этапе могут по квоте попасть на заключительный этап следующего года. То есть можно сразу готовиться на заключительный этап в Серсейской Олимпиаде школьников по биологии уже в 2020 году. Ну и особый формат этой Олимпиады не дает ее участнику сильно расслабляться. Отдохнуть не хочется, но вот давайте я напрямую уже задам вопрос. Ну вот лето, лето, солнце, жара, кайф. Это лагерь. Какой лагерь они там будут учиться, Лариса Николаевна? Слушайте, ну если лагерь в Сочи, вот куда, например, мы едем вместе в рамках Олимпиады, кандидат в университет МГИМО, там они учатся и вообще-то и море, и горы, и походы, и квесты. Там мы программу вот такую расписали. А ну-ка расскажите нам про программу, про вашу тогда. Ну там, знаете как, не то чтобы наша она. Это лагерь, ему уже 10 лет, Евровижен Кэмп называется. Это лагерь, в который попадают победители Всероссийской Грантовой Олимпиады, кандидаты в университет МГИМО, ну и плюс желающие. Там у них идет каждый день, за исключением, я так думаю, воскресенья все-таки, 4 часа интенсива английского с преподавателями МГИМО. И кроме этого, еще идет наполнение, вот чем займутся наши преподаватели. Это квесты мы готовим сейчас, это походы, это поездки на море, это соревнования, это создание роликов о пребывании в лагере со специалистами, и плюс общение с носителями языка. То есть я уверена, что... Но смена занятий хоть как это будет, да, ну то есть по сравнению со школой. Ну конечно же, сейчас не знаю, что они 9 пришли. Кто-то запережил за вас их. Ну да, потому что... Не, ну у нас там и бассейн есть, даже в 45-й школе, то есть понимаете, результаты не будут у детей, если они будут заниматься с утра до вечера. О, еще бы тихий час, и вообще было бы круто. У нас есть лагерь детский, если совсем кому нужно, мы приложим туда. Если кто-то устанет. Да, да, совсем устанет. Места у нас достаточно, да? Сколько у нас всего призеров, победителей Олимпиад в городе? Хватит их на одну профильную смену? Ну вы знаете, на профильную смену, конечно, если мы соберем всех ребят, которые это и 9, и 10, и 11 класс, то, конечно, у нас это будет большое количество, будет замечательный большой поток. Но ребята, многие разъезжаются сейчас, куда-то родители их направляют. Кто-то, если это 9 класс, они сейчас сдают экзамены и все-таки берут себе тайм-аут для того, чтобы отдохнуть. Потому что, конечно, тяжело сейчас. Они в течение года готовились и к Олимпиаде, затем у них сейчас идет основной государственный экзамен, и отдохнуть им нужно. А потом уже с новыми силами они придут и начнут работать. А вот что касается именно Всероссийской Олимпиады, это уже заключительный этап, у нас в городе Ставрополь 9 человек. Поэтому достаточно хорошее у нас представительство. Я думаю, что на следующий год у нас их будет больше. Поможет нам и наш ресурсный центр, и все усилия педагогов города Ставрополя, я думаю, дадут свои результаты. Хотелось бы еще сказать, что помимо нашего умного лагеря, в городе Ставрополь 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе 34 образовательных учреждений открылись летние оздоровительные лагеря. И у нас еще, все знают, замечательно есть лагерь на базе Дворца детского творчества. В этом году смена там будет чуть позже, так как сейчас это является одной из площадок студенческой весны. В связи с этим у нас смена будет уже непосредственно 17-го числа. Лесная поляна? Да, и загородный лагерь Лесная поляна, который является структурным подразделением Дворца детского творчества, также распахнет свои двери 17-го числа. И я надеюсь, что мы вас пригласим. Ну, я не надеюсь, мы вас пригласим, а я надеюсь, что вы к нам приедете и поучаствуете в замечательном празднике. Открытие именно этих двух лагерей будет очень интересно. Все-таки вернемся к нашим олимпиадникам. Вот смотрите, я себе как представляю тогда из того, что вы мне сейчас рассказали, что вот занятия, вот это постоянная учеба, это, наверное, как тренировка в спортивном зале. То есть три месяца нельзя пропустить, да, для того, чтобы потом не приходилось наверстывать эту штуку, да? Ну, в принципе, да, это примерно так работает. А самые большие паузы? Ну, вы как-то отдыхаете, у вас какие-то две недельки можно отдохнуть? Ну, это, конечно. Я думаю, что наоборот, если заниматься слишком долго без таких перерывов, тем более мы все-таки люди, и нам тоже хочется уехать куда-нибудь с семьей, и мы дети, и нам хочется все-таки выходить периодически гулять или заниматься чем-то помимо учебы. Вот, поэтому мне кажется, что такие перерывы необходимы, потому что... Ну, я лично очень часто сталкивалась с тем, что люди, которые старались наверстывать учебу и учились, грубо говоря, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они просто перегорали и впоследствии не могли поддерживать прежний темп, и вообще теряли мотивацию к тому, чтобы двигаться дальше и делать вообще что-либо. Поэтому мне кажется, что нужно, как на спортивных тренировках, стараться как-то свою учебу организовывать так, чтобы это не выматывало, потому что даже профессиональные спортсмены, если будут заниматься постоянно, могут потянуть ногу и впоследствии вообще выбыть из спорта. Интересно, интересно рассуждаете. А можно, Софья, тогда я к вам сейчас обращусь, потому что вы победительница, призер, победительница сразу в трех видах спорта, раз уж мы об этом говорим, о спорте. Вот какой у тебя обычно день? День, будний день в учебное время? Ну, то есть проснулась в пять, зарядка пробежалась, получила уроки. Я стараюсь соблюдать здоровый режим. Теперь серьезно, да? То есть мне просто интересно понять, есть ли вообще время передохнуть, вздохнуть. У меня, конечно, есть, мне кажется, что будет более резонно спрашивать это у детей, которые вышли на Всероссийскую, потому что я все-таки победительница в городских, в муниципальных этапах, да, поэтому у меня все на самом деле не так структурировано, и я просто занимаюсь предметами даже не в определенное время, потому что многие люди распределяют свои дни буквально по минутам, и мне кажется, что это делает их учебу очень продуктивной, но для меня это пока что вот что-то сверх, я не знаю, сверхсложное. Вот, поэтому просто, понятное дело, после школы, после учебы, после того, как я реализую что-то, я еще просто занимаюсь творчеством, поэтому у меня вообще в жизни и вообще везде какой-то творческий беспорядок, вот. И я просто занимаюсь теми предметами, которые мне нравятся в свободное время, но я не уделяю этому всю свою жизнь, и я стараюсь быть чем-то, ну, помимо учебы, и не просто поглощать знания, но и пытаться как-то их реализовывать, опять же, и в творчестве, и просто давать себе время переваривать, читать литературу, которая нравится. А творчеством чем занимаетесь? Ну, я рисую, и, да. Диана, нам посоветовала Софья обратиться к вам, так как вы призер Всероссийской Олимпиады. Действительно вот так структурируете свое время для того, чтобы... Не могу сказать. А? Думаю, что у меня такой же беспорядок, как у Софьи, потому что я не могу сказать, что у меня какая-то есть система, потому что зачастую для подготовки к Олимпиаде невозможно выработать какую-то систему, так как никогда не угадаешь, что окажется в самих заданиях олимпиадных, поэтому я просто занимаюсь теми предметами, которые мне нравятся, то есть я не отношусь к ним как к какой-то учебе, я отношусь к этому как к хобби или как это можно назвать. В общем-то, я просто получаю... Я получаю от этого удовольствие, и поэтому мне не нужна какая-то строгая система, я просто живу этим, и все. Валерий Владимирович, итак, тот же самый вопрос буквально, серьезно, вот распорядок дня. Вот я проснулся во сколько? На самом деле... Интересно просто, как живут олимпиадники, я же никогда, ну, олимпиадником не был. На самом деле у меня аналогичная ситуация, не могу сказать, что беспорядок, но в свободное время я люблю читать разную научную литературу по биологии. В свободное время от биологии? Люблю почитать научную литературу по биологии, да? На самом деле приходится распыляться не только, ну, чтобы учить биологию, но и на другие предметы, так как я пытаюсь участвовать не только... Приводится распыляться. Да, да, да. Вот у вас формулировки крутые вообще. Ну, на самом деле это так, потому что времени, 24 часов в сутках, не всегда хватает на все. Это да. И поэтому приходится расставлять приоритеты. Ну, я выбрал биологию. Почему? Потому что мне с детства нравилась биология, особенно ботаника. Я читал много книжек. И к тому же мой школьный учитель по биологии приел мне любовь к этому предмету. О, это интересно. Это, наверное, в первую очередь важно, чтобы учителя прививали любовь. Смотрите, предположим, вот эта профильная смена, в которой у нас олимпиадники, победители, призеры олимпиад, вы попадаете в эту профильную смену. Возможно, вы собираетесь попадать, я не знаю, 17-го числа только откроется этот лагерь. Ну, не скучно среди олимпиадников. Ну, нужны строечники какие-нибудь, хорошисты, для того, чтобы было повеселее, было хотя бы кому побросаться бумажками, поплевать, например. Ну, на самом деле, мне кажется, что... Или у вас свой круг очерченный, элита школьная? Ну, нет, нет такой элиты, просто... Ну, как бы олимпиаднику комфортнее общаться с человеком, который заинтересован, даже не обязательно в его предмете, но просто заинтересован в учебе, и вы, как, ну, можно сказать, на одной волне. И, в принципе, наверное, вот в том, что мы сейчас говорили про распорядок дня, еще кроется ответ на тот вопрос, который вы спрашивали, когда сказали про бабушку и дачу, прям на больное задели. Вот. И, наверное, вот именно поэтому, ну, как вам кажется, что мы не отдыхаем, мне кажется, что вы не отдыхаете, да, что мы все время учимся. Потому что свободное время он читает научную литературу по биологии. Да, свободное от биологии. Нет, я имею в виду, что тут, как правильно было сказано, для нас это хобби, для нас это то, чем нам нравится заниматься. И, как бы, если там художникам не обязательно отвлекать, как отдыхать от творчества, понятное дело, если они там не работают специально, ну, в общем, не важно. Ну, в общем, я понял, да. В общем, да. Вот. То и для, ну, не нужно уделять время для отдыха от того, что нравится, тем более, если это все беструктурно, и нет такой подготовки, когда сзади тебя стоит суровый репетитор и кричит, что, типа, вот, быстрее, быстрее, ты не успеешь подготовиться, это все сугубо добровольно. И поэтому мы и занимаемся этим, и я думаю, что люди просто должны оставаться заинтересованными в том, чем они занимаются. Я, на самом деле, забыла, какой вопрос там был до этого, я просто ушла куда-то. А я у вас ничего не спрашиваю, просто взяли микрофон, стали говорить что-то. Ну, черт, ладно. На самом деле, вот так, вы думаете, они только учатся, что ли? Я в субботу иду по рынку, прекрасно, соня, с мамой, идет по рынку, выбирает клубнику, ну, то есть отдыхают, куда-то там едут. Но до этого мы были в МГИМО, да, ездила абсолютно спокойно, они не учились, они неделю там находились. Потом вы выезжали с классом на озеро, правильно? Да. Вот, точно так они выехали у них. Да я же провоцировала, Лариса Николаевна, я журналист такой. Поэтому я тут скажу, что дети разнопланово успевают, все. Пытаюсь их спровоцировать, они не провоцируются. Они не провоцируются. Я рисую, я читаю. Тут вообще ничего нам пока не говорило. Хобби есть, кстати? Ну, конечно. Ну, кроме испанского. Ну, вообще, у меня очень много хобби, и это очень связано с Олимпиадами, опять-таки. Потому что вот в прошлом классе, когда я была в 10-м, получается, я на школьном этапе участвовала в 15-ти Олимпиадах. Это и было хобби. Хобби было, ну, как можно больше Олимпиад собрать? Ну, во-первых, когда участвуешь в Олимпиаде, ты можешь не посещать школьные занятия. Это круто. Вот, то есть как минимум 15 дней. Я первый раз слышу, чтобы человек вот именно так решил прогуливать занятия. Буду-ка я в 15 Олимпиадах участвовать, зато можно в школу не ходить. Ну, если серьезно, то мне очень нравится математика. Конечно, я ее не могу, не всегда могу изучать на должном уровне, но на уровне каких-то Олимпиадных задач, на смекалку и так далее, мне это все очень нравится. Потом я принимала участие в Олимпиадах по литературе и по русскому языку. Мне очень нравится писать что-то, выражать свои мысли как-то. Ну, в общем-то, у меня очень много всяких увлечений. И вот бывает, что я неделю занимаюсь, там, читаю какие-то статьи по астрономии, а следующую неделю я решаю, что я хочу быть художником, я хочу что-то рисовать. Ну, и в общем, очень часто, как сказал Валерий, приходится распыляться на несколько, на множество всяких различных сфер. И это не всегда хорошо, но в то же время никогда не бывает скучно. Круто, круто. Лариса Николаевна, у вас помимо вот этой профильной смены, у вас обычный лагерь дневного пребывания есть детей в школьном? Конечно. Он уже идет с первого, у всех открылись. А Ангрина Владимировна сказала. Ну, что он сказал? Ну, сказали, ну, 45-й это тоже работает. Ну, опять спровоцировали нас, да, опять? Есть у нас все. Есть, есть. Насколько у нас лагеря, давайте так уже поговорим в завершении программы, сколько готовы оказались к тому, чтобы начать работу летнюю, вот эту летнюю компанию? И как проверяли, как безопасность организована для того, чтобы я сейчас успокоился, если не родители? Дело в том, что постановлением главы города Ставрополя создана комиссия, куда входят непосредственно представители здравоохранения, МЧС, представители безопасности. И всей этой командой были проверены все лагеря, были подписаны акты и паспорта безопасности. Потому что это дети, и здесь никаких, конечно, штук не должно быть. Это и касается и питания, и безопасного пребывания. Также у нас ребята посещают очень много экскурсий, прогулки, это и музеи. И здесь необходимо тоже обеспечить безопасное передвижение. Поэтому вы по городу видите, какие организованные ребята в жилетах идут, с флажками. Сейчас очень много организованных ребят по городу ходят. Сейчас они нас разбавили, конечно, эти ребята. Поэтому мы ходили в понедельник, еще можно было ребят заметить. Сейчас, конечно, другие организованные группы. Но ребята наши участвуют в каких-то мероприятиях. И, знаете, для них студенческая весна – это тоже такое интересное событие. Когда они, например, во Дворце детского творчества идут концерты, соревнования. И иногда им разрешают там поприсутствовать, посмотреть. Для них это, конечно, очень такие эмоции сильные. Конечно, интересно, тем более приехали из стольких стран у нас гости. Поэтому интересно посмотреть на культуру и на традиции, и на, собственно, творчество этих людей. Кстати, кстати, знаете, кто сегодня выступает в Ставропольном площаде? Кто? А почему учителей спрашиваешь? Ну-ка. Мы обсуждали просто. Макс Барский. Обсуждали, сами не знали? Нет, ну мы обсуждали, что выступает сегодня. Сидели когда в ожидании комнаты. Макс Барский хоть одну песню знаешь? Ну нет, я понял. Ладно, хорошо. Вы каким-то образом в студенческой весне хотя бы улыбайтесь всем иностранцам, которые приезжают. Во-первых. А во-вторых, планируете ли, может быть, посетить какие-то мероприятия с тут весны? Ну, конечно. Потому что, мне кажется, это вообще мероприятие, которое затрагивает всех, кто живет в городе Ставрополь. Или не только тех, кто живет в городе Ставрополь. Тут просто невозможно игнорировать вообще это событие и не улыбаться людям, которые ходят по улицам нашего города. Вот. И, конечно, собираемся посещать. Потому что, мне кажется, что нельзя упускать, опять же, такую возможность посетить и концерты. И вчера было грандиозное открытие. Мы, кстати, тоже обсуждали. На котором участвовали очень много ребят именно из школ города Ставрополя. Это и в составе тысячного хора поющие в Ставрополе. И ребята, которые участвовали и танцевали в различных номерах. То есть, наши школьники были задействованы на открытии по полной программе. Круто, круто. Да, ну, то есть, получается, что все мы как-то связаны с тут весной и многое. А через пару лет еще как вольетесь в студенческие ряды и вообще будете связаны со всеми студвестами и солдатскими конвертами на ближайшие несколько лет. И будут волонтерами еще. И будут волонтерами. А нельзя школьникам, да, волонтерами пока еще быть? Они у нас волонтеры, но в... Но неофициально, без волонтерской книжки. Совершенно верно. Без волонтерской книжки. Спасибо, что к нам гости пришли. Еще... Еще... Все, Лариса, что же не успела. Было... Давайте две минуты, что успеет. Две минуты. Хотела еще сказать, что есть удивительная возможность детям, которые будут участвовать в профильной школе. Кроме того, что Англина Владимировна сказала, еще у нас поступило сегодня предложение от организаторов СССР Гранд Олимпиады, Гюнай Абиловой. Она тут была. Она тоже презентует путевку одну. Она выберет ребенка из этой смены профильной, на ее взгляд, талантливая, и приглашает в лагерь Евровиджен Камп. И также мы открыли, ведь когда открывали интеллектуальный центр развития, мы открыли еще пространство новых возможностей, открывал Алексей Иванов. И они тоже три путевки дарят. А давайте так, мы сейчас вот скажем, где подробности узнаем? Давайте мы вот сейчас все, что не успели... Я думаю, на страницах Инстаграма мы узнаем подробности, вот если честно. И когда лагерь открылся уже, мы запустим это. На открытии смены все скажем, вот так. Потому что у детей есть шансы. Объявим те конкурсы, которые будут там, и наградой будут как раз вот эти бесплатные путевки. Лариса Николаевна, все время, когда мы с вами здесь встречаемся, все время, когда с вами приходят ребята из школ, давайте так скажу, из школ, всегда приходят у нас отличники. Сегодня призеры, победители Олимпиад, всегда очень интересно общаться. Давайте с вами какую-нибудь тему для троечников придумаем на следующий раз. А Ким был же, он не отличник. Не отличник? Нет, конечно. А, все нормально, разобрались. Все, спасибо большое, что были у нас в гостях. Спасибо, что смотрели. До свидания, хорошего вечера. Все на барских. Отлично. Благодарю.